На канале RTN программа «Американский акцент» в студии Артём Андросов. Здравствуйте! Смотрите сегодня в программе. Как минимум трое погибших, десятки получили ранения. В Монтане поезд сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулись. Большой иммиграционный кризис на южной границе. 200 тысяч нелегалов попали в США только за последний месяц. В Дель-Рио – стихийный город, люди идут на пролом. Техас применяет радикальные меры, а федеральные власти молчат и только наблюдают. В игру вступают БЛМ. Адвокат Флойда проводит митинги в поддержку нелегальных иммигрантов. Все остались на своих местах в России и Канаде. Подведены результаты выборов. Правящие партии закрепили свои позиции в парламентах. И отдых от порнографии. Преподаватель из Тайваня выкладывает на портхаб лекции по математике. Их смотрят тысячи человек. Не менее трех человек погибли и десятки получили ранения в результате крушения поезда в штате Монтана. Сообщается, что несколько из пяти вагонов перевернулись на бок. Поезд шел из Чикаго в Сиэтл. Железнодорожная компания МТРАК сообщила через Твиттер, что поезд дальнего следования со 147 пассажирами и 13 членами экипажа на борту сошел с рельсов в субботу днем недалеко от города Джоплин. И сообщалось о травмах. МТРАК работает с местными властями, чтобы перевезти раненых пассажиров и доставить всех остальных пассажиров в безопасное место, заявили в компании. CNN и CBS News сообщили со ссылкой на шерифа округа Либерти, что по крайней мере три человека погибли. New York Times цитирует координатора гражданской защиты, который говорит о более чем пятидесяти раненых многих пассажиров доставили в ближайшую среднюю школу Честера. ФБР подтвердило, что тело молодой женщины, обнаруженное в понедельник в одном из национальных парков штата Вайоминг, принадлежит 22-летний Габриэль Петита. Жительница Флориды пропала во время автомобильного путешествия со своим женихом и с конца августа перестала выходить на связь с родными. Отделение ФБР в штате Денвер сообщает, что останки женщины идентифицированы и, согласно предварительным оценкам, Петита погибла в результате убийства. Конкретные причины смерти пока остаются неподтвержденными до появления окончательных результатов вскрытия, сказано в сообщении, размещенном в Твиттере. В связи с предполагаемым убийством ФБР пытается найти жениха Петита, 23-летнего Брайана Лондри. 1 сентября он вернулся домой без своей невесты, но отказался говорить с полицией, а потом пропал. Ему пока не предъявлено никаких обвинений, однако ФБР попросило выйти на связь с властями всех, у кого может быть информация о местонахождении Лондри или о том, какую роль он сыграл в этом деле. Мы здесь в поисках Брайана Лондри. Нам помогают коллеги из других департаментов. Они прислали нам для помощи квадроциклы, вездеходы. У нас есть несколько операторов дронов, которые были направлены сюда спецслужбами. По данным издания USA Today в воскресенье поиски Лондри проводились в радиусе 100 с лишним километров от его дома во Флориде. ФБР полагает, что, скорее всего, он передвигается пешком и может скрываться в отдаленных местах флоридского заповедника Карлтон. Однако пока поиски не дали результата. Но вот что именно произошло. Молодая пара поехала на принадлежащем Габриэль Петита белом автодоме Ford Transit через всю Америку, в малонаселенный и знаменитый природными красотами западный штат Вайомин, где частично расположены скалистые горы и всемирно известный Елоустонский национальный парк. По пути они размещали в соцсетях фото и видео местных достопримечательностей и самих себя, смеющихся, целующихся или бегающих по пляжу. Снятый ими ролик под названием «Начало нашей кочевой жизни в фургоне» набрал в YouTube более 2 миллионов просмотров. После появления сообщений о пропаже Петита число просмотров превысило уже 4 миллиона. В середине августа в штате Юта неизвестный позвонил вечером в полицию и сказал, что в автодоме что-то происходит. Приехавшие по вызову сотрудники нашли Габриэль плачущий и жалующийся на психическое недомогание. Но претензий своему спутнику она не предъявляла и происшествие осталось без последствий. На видео с нагрудной камерой полицейского Даниэла Робинса, прибывшего на вызов, слышно, как он спрашивает, почему она плачет, на что Габриэль отвечает, мы поругались сегодня утром, личные проблемы. Лондри при этом говорит, день выдался непростым, мы вчера ночевали на природе. Затем он извиняется за то, что наехал на кочку на дороге. Эппетита говорит, я отвлекала его, извините. Она рассказывает полицейским, что поцарапала и ударила Лондри, добавив, я попыталась заставить его перестать говорить мне, чтобы я успокоилась. Однако оба еще раз отказываются от формальных обвинений в адрес друг друга. Уже после путешествия 1 сентября Брайан Лондри вернулся к себе домой на той же машине, которая принадлежит Габриэлю. Родители девушки умоляли его поделиться хоть какой-либо информацией, когда и где он видел их дочь в последний раз, почему бросил Габи одну и почему забрал ее машину. Только спустя 10 дней семья Петита официально заявила о пропаже дочери. Полиция изъяла автомобиль в поисках вещественных улик, но ничего существенного там не нашла. Адвокат Лондри Стив Бертолина объяснял поведение своего клиента тем, что в подобных ситуациях главным подозреваемым почти всегда становится партнер жертвы. По словам Бертолина, это именно он посоветовал молодому человеку хранить молчание. Пользователи соцсетей, волонтеры и различные неправительственные организации развернули масштабную поисковую кампанию. Вокруг дома Лондри всю неделю толпились полицейские и десятки журналистов в поисках хоть каких-либо ответов. Я бы посоветовал многое, но большинство из этого бесполезно. Нам просто нужны свидетельства очевидцев. Это те маленькие кусочки, которые могут быть так полезны. Ведь кто-то обязательно что-то видел. Очевидно, автомобиль проехал пару тысяч миль, чтобы вернуться сюда. Как минимум, это произошло не на одном баке бензина. Сотрудники одного из национальных парков Вайоминга обнаружили тело молодой девушки в ходе поисковой операции. Его описание совпадает с пропавшей Габи Петита. Сотрудники ФБР почти не сомневаются в том, что найденное тело принадлежит именно ей. Возле ее дома во Флориде сегодня соседи, знакомые и просто жители Нордпорта организовали мемориал памяти. Вот что рассказала о Габи Петита и ее коллега. Она всегда была такой счастливой, всегда открыта, всегда говорила с людьми. Она такая хорошая девушка, она такая потрясающая, любила разговаривать с людьми, любила много общаться. Положение дел на южной границе США за последние месяцы стремительно ухудшилось. Миграционный кризис, самый масштабный за 20 лет минимум, никуда не делся, хотя и временно игнорировался из-за афганской катастрофы и экономических неурядиц. В августе было зафиксировано больше 200 тысяч незаконных пересечений американской границы. Только вдумайтесь в эти цифры. 200 тысяч за один месяц. А всего за последний год число нелегалов, оказавшихся на территории США, перевалило за полтора миллиона. И это только учитываются те случаи, что были официально задокументированы пограничниками. На юго-западе Техаса происходит массовый прорыв американской границы нелегалами из Гаити. Они создали целый мигрантский лагерь у городка Дель-Рио, в котором уже проживает по 10 тысяч человек. Губернатор Техаса отдал приказ о полном закрытии границы на западе штата, и ему в помощь были направлены правоохранители из Флориды. Среди мер губернатора Грега Эббота – задержание мигрантов за вторжение в частную собственность и штатные земли, и подготовку к строительству оставшейся части пограничной стены, обещанной еще президентом Дональдом Трампом. По словам министра внутренней безопасности Алехандро Майоркоса, Соединенные Штаты переместили около 4 тысяч гаитянских мигрантов из лагеря Дель-Рио, и ожидалось, что во вторник еще четырьмя рейсами нелегалы вылетят обратно. Но как только стало известно, что часть мигрантов отправляют обратно, они стали разбегаться и пытаться пересечь границу США. Нелегалов не тестируют на вирус и не заставляют делать уколы. Криминальное прошлое у многих проверить просто невозможно, ввиду того, что большинство из них вообще не имеет никаких документов. Мы идем на беспрецедентные меры, арестовываем и сажаем в тюрьму любого, кто незаконно пересекает границу и вторгается в частную собственность или на государственную землю. Мы не администрация Байдена. Политика «поймать и отпустить» в Техасе не работает. Здесь политика ареста и тюрьмы, которая посылает сообщения этим людям и всем, кто думает о том, чтобы приехать сюда нелегально. Если они думают о том, чтобы приехать и пересечь эту реку здесь, в Техасе, вы можете оказаться в наручниках и попасть прямо в тюрьму. В Техас защищать права гаитян на их нелегальное пересечение границы на этой неделе пожаловала организация БЛМ. На частном самолете прилетел адвокат, защищавший права Джорджа Флойда. Он попытался провести митинг в Дель-Рио, но попытка была пресечена протестующими за права настоящих граждан США. Его интервью журналистам тоже фактически было прервано. Мы не доверяем вам всем, вы предатели Америки, вы не можете руководить, да и у вас даже нет лидера в Белом доме, вы все неудачники. Эти люди, которые приезжают сюда, у них хламидиоз, у них СПИД, их не собираются даже обследовать. Но американцы, если вы не сделаете прививку, вас посадят в тюрьму, получите штраф. Нам надоело. Бизнесмен Антон Попов присоединяется ко мне. Антон, здравствуйте. Добрый день, Артем. Скажите, вот я наблюдаю за этой ситуацией. У меня есть такое ощущение, что федеральные власти отдали этот иммиграционный процесс на границе штатам, которые находятся в частности Техасу, Флорида помогает, понятно. Но что в данном случае штаты могут сделать? Ну, понятно, поставили полицию, понятно, поставили там охрану, закрыли границу, не пускают. Но количество иммигрантов, прибывающих на эту границу со стороны Мексики, становится больше. Вот как вы видите, когда и как может разрешиться эта ситуация? Ну, я бы тут сначала немножко с глаголами поработал. Значит, я думаю, что они не оставили это дело штатам, я имею в виду федеральные власти, а создали. Значит, и посмотрите, ведь бытность предыдущего президента, сколько было, значит, там намотано на кулак всяких историй, что не надо эту стену строить. Ну, не надо, не надо, не надо. С точки зрения разумного государства, которое охраняет свои границы и заботится о своих гражданах, если не может защитить обычными способами, значит, надо. Да, значит, все эти там тысячи толпы и так далее, ну, вызывают больше вопросов, чем ответов. Как это вдруг такие массы организованно преодолели все реки с крокодилами и оказались аккурат, значит, на границах с Техасом и с Флоридой? Причем очень интересная вещь, я прошу прощения, перебью вас, да, вот мы говорим о том, что иммигранты из Гаити приехали туда. Вот это моя была следующая фраза, прямо с языка сняли. Да, пожалуйста. Знаешь, их там сколько тысяч? Несколько тысяч, да, я не помню точную цифру. Но я так для справки скажу, что Гаити это остров, и до Техаса, до Техасской границы, по воде нужно преодолеть больше двух тысяч миль, это три тысячи двести километров. Но расскажите мне, товарищи слушатели, значит, на каких подводных тук-туках, значит, на каких черепахах эти тысячи преодолели вот эти расстояния, причем за очень короткое время, да, то есть их преодолели за сколько там, две недели, максимум. На самом деле, когда мы говорим об этих иммигрантах, насколько я знаю, там очень много мексиканцев, и даже много русскоязычных. И тут вопрос к властям Мексики, или там, ну вот, кто впускает их в эту страну, и кто со стороны Мексики разрешает находиться там? Я не знаю. Тут дело же, понимаешь, не в том, что там разрешают, не разрешают, там так или иначе. Если бы была политическая, вот очень простые вещи, если бы была политическая воля, сказать, окей, граница на замке, ну, к примеру, предстанется о том, что какое-то количество беженцев, беженцев, например, атакует территорию Китая, мы не можем. Ну, Китай просто жестко, силой, да, всех этих беженцев, быстренько, значит, объяснит им, куда бежать надо, а куда не надо. То же самое с Мексикой и прочими странами. И у меня вот как-то вот мне сейчас пришла в голову мысль, что первая, одна, первая, по-моему, поездка нового вице-президента была в Гватемалу. Значит, это как раз, а это то бутылочное горлышко, где вся Южная Америка переходит в Центральную, и дальше туда, в Мексику. Может, о чем-то говорились. То, что здесь прослеживается какая-то договоренность, такого пахнущего политического толка, ну, тут не надо быть особым, там, специалистом и политологом в этом. Это видно неуружным глазом. Мне, честно говоря, больше интересно, что дальше с этим будет происходить, потому что, насколько я вот слежу там за новостями, я бы принял решение о том, что, ну, хорошо, ладно, мы тогда сами сейчас достроим эту стену за счет наших денег в бюджетах штата, а не федерального, и займемся охраной границы самостоятельно. Вот это заявление было произнесено на этой неделе, какие-то действия начались. Начались ли там задержания, либо еще что-то, точно зная, что уничтожили лагерь. Вот, помните, там такая была картинка, она все время облетала все вот наши средства массовой информации, там идет дорога, а под дорогой там прям вот человейник такой. Вот эту историю вычистили. Все, ее больше нет. Да, но эти очаги теперь образуются в других местах. Я понимаю, да, то есть, но если не трогать и этот, то очагом этот станет на самом деле очень короткое время весь Южный Техас. Хотят ли этого техасцы? Думаю, что нет. Поэтому они начали с этим делом бороться. Возникают в других местах, потому что пока нету, нету, видимо, у тех, кто эти лагеря с той стороны строит, я не имею в виду беженцев, да, я имею в виду тех, кто помогает им во всей этой, значит, истории. Нету пока уверенности в том, что они получат по шапке. Как только эта уверенность появится, все эти лагеря исчезнут как дым. Да, то есть, вот вся эта история, она просто растворится. Вы имеете в виду, когда людей просто припугнут как-то? Не припугнут, а сделают абсолютно четким логическую цепочку, абсолютно четкой. Пересек границу, нарушил закон, сел в тюрьму. Вот на нарушение, нелегальное пересечение границы является федеральным преступлением в Соединенных Штатах. А, в общем, с приличным сроком. Почему мы наблюдаем всю эту историю? Потому что федеральная власть не исполняет федеральное законодательство. Тут, по-моему, тоже не надо быть каким-то генем, чтобы эту логику просмотреть. Как только это начнет соблюдаться, не вопрос. Антон, ну вы говорите, что, возможно, есть какой-то сговор, либо есть какая-то цель у этого всего. Какая может быть цель? Да, так она тоже достаточно прозрачная. Дестабилизация консервативных штатов. Тут уж понятно. Сейчас же, смотрите, сейчас же пошло два таких каравана. Один караван из Калифорнии в Техас, другой караван из Нью-Йорка во Флориду. Значит, из Калифорнии в Техас бежит весь бизнес, ну, который там как-то еще остался бизнесом. Значит, а во Флориде уже создано так называемое, значит, Южный Уолл-стрит. Значит, финансовые многие институты из Нью-Йорка тоже. Калифор, руки в ноги, значит, чемодан в вокзал. Да, но все-таки мы же не можем сравнивать это с нелегальной иммиграцией, да? Все-таки это люди, которые... Я не об этом сказал. Я сказал о том, что с точки зрения, значит, тех, кто хочет дестабилизировать эту обстановку, им не нравится, что Техас и Флорида являются привлекательными для людей, значит, которые исповедуют, не исповедуют, неправильно я сказал, придерживаются, да, вот там всякого рода правых бизнесовых взглядов, мыслей там и так далее. Поэтому эти штаты надо как-то... Этот штат как так, да, Эбот посмел принять закон поперек, закон о выборах, который поперек с тем, что нам, значит, левое правительство на сегодняшний день там разговаривает. Голосовать можно всем, значит, без предъявления документа. Закон же был принят, Эботом был. Значит, был демарш демократов там, помните, они на самолете отвалили, значит, в... Когда нужно было голосовать за этот закон, они сели в самолет и улетели в Вашингтон. Значит, потом прилетели, то же самое, к ним была применена, значит, норма закона, что если вы отоклоняетесь от работы в парламенте, да, то вас приведут туда под ружье. Значит, и, собственно, это было применено к ним, и они пошли и начали работать в парламенте. Этот закон был принят. То есть, Техас на сегодняшний день показывает такую стальную стержень своего характера, его пытаются сломать теми или иными способами. Затопить мигрантами один из... Один из... Значит... Ну, не думаю, что получится. Сейчас же происходит совершенно тоже какая-то безумная катавасия в более мелком, наверное, масштабе. Она происходила здесь у нас в Европе в семнадцатом году, когда вдруг, откуда ни возьмись, толпы понеслись в Германию все. В основном в Германию. Сейчас же у Словении у нас тут не задержалось ни одного. Значит, Словенцы не любят мигрантов. Значит, и... Ну, вот Германия осела. На сегодняшний день там порядка трех миллионов, что ли, так называемых этих мигрантов, не ассимилирующихся. А я-то хотел сказать, что в Соединенных Штатах их же начинают развозить по... Почему-то по республиканским штатам. Значит, они по демократическим. Ну, то есть, это как мина замедленного действия туда. Значит, значит... Дай бог, чтобы у этих штатов хватило мозгов применять законы по отношению ко всей этой публике, а не там розовые сопли и мечты о том, значит, что мы там все братья. Мы не братья. Это тоже надо понимать. И закон делает нас равными. Но все должны быть перед законом равны и одинаковы. И другой момент, который меня тоже вот немножечко во всей этой истории удивляет. Если вы создаете государство, вы даете паспорта своим гражданам, берете с них налоги, ну, что-то еще там с ними там делаете, то, наверное, вы должны в первую очередь заботиться о них. А не о неясных массах людей, у которых ни паспортов, ни имени, ничего, потому что перед въездом они аккуратно все это выбрасывают. Значит, ну, если посмотреть на этих крепких парней, значит, какие они там беженцы, да, то есть, это, скорее всего, передовые отряды там чьи-то. Ну, тут такой вопрос можно задать очень многим странам. Антон, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нам сегодня. Антон Попов, бизнесмен, был с нами на связи. Спасибо. Спасибо, всего доброго, до свидания. Вы знаете, не менее острой остается ситуация с размещением афганских беженцев, среди которых было обнаружено немало многоженцев и женатых на несовершеннолетних девочках. Белый дом показательно распределяет их между многими колеблющимися штатами, чтобы те в перспективе, получив право голосовать, отблагодарили таким образом Демократическую партию за предоставление убежища в США. Ко мне присоединяются американисты, радиоведущие Иван Денисов. Иван, добрый вечер. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Ну, вот я хотел бы начать, поговорить сначала не о тех иммигрантах, которые на южной границе, а все-таки вернуться к иммигрантам, которых, беженцы, которые приехали к нам из Афганистана. Интересная вот, на самом деле, информация на этой неделе стало известно о том, что многие из них женаты, имеют много жен, во-первых, да, а во-вторых, женаты на несовершеннолетних. Вот, как вы думаете, как будет решаться эта проблема здесь, в Соединенных Штатах? Проблема серьезная, и я с трудом себе представляю какие-то пути ее решения, потому что это действительно очень сильное противоречие между обычаями, которые привозят с собой люди из стран, подобных Афганистану, и традициями и законами, которые установились в Соединенных Штатах. И если до определенного момента все-таки работал принцип «приехал в Америку, будь американцем», то, к сожалению, за засильем политкорректности, мультикультурности и так далее, как-то вот эта традиция, она стала забываться и считаться чуть ли не белым супремасизмом. Поэтому, как нынешние власти с нынешними правилами и чрезмерным уважением к культурным традициям заведомо чуждым Америки будут этот вопрос решать, я, конечно, не знаю. Мое вообще убеждение такое, что, хотя, да, я прекрасно понимаю, что афганцев как-то надо спасать от Талибана, но было бы гораздо разумнее создавать условия, при которых они бы селились в своем же регионе и в соседних странах, но никак не ехали в Европу и в Америку, да еще в таких огромных количествах. По моему мнению, это сделать можно через программы помощи, какие-то мотивационные программы для стран, соседствующих с Афганистаном. И я уверен, это было бы даже дешевле, так, на перспективу. Но вот вы заметили, что много все-таки афганцев приехало, беженцев, и если учитывать это количество, я даже боюсь посчитать, честно говоря, цифры очень разные, поэтому точно не могу сказать, но если учитывать это, а может ли быть такое, что всех их поселят в каком-то одном регионе, например, и вот получится как раз тот самый регион, про который вы говорили, только не там, где-то рядом с Афганистаном, а прямо здесь, в Соединенных Штатах. Это было бы, конечно же, просто-напросто плохо, потому что регион, который будет, скорее всего, подчинен законам и религиям, а, к сожалению, тот случай, когда религия и законы будут сильно перемешаны, точно не будет соответствовать американской конституции, американским законам, и что-то опять с ними делать, или просто, как в фильмах, я не знаю, про инопланетян, или еще про кого-то, их огораживать, или превращать какие-то новые варианты резерваций, ну, это, сами понимаете, такого не получится. Ну, это, на самом деле, такая схема, которая ведь есть в России, да, Чечня, как отдельный регион, живет по своим там канонам, по своим правилам, почему такого не может быть в Америке? Ну, потому что Чечня, как бы то ни было, изначально регион особый, и тут понятно, что этно-религиозный состав вполне определенный, потом это регион, который действует почти, как бы помягче сформулировать, как этническая преступная группировка, то есть вот туда деньги вкладываются огромные, они вроде нас не трогают, и соседей, и как бы все довольны, и никого не волнует, что происходит в самой Чечне, пока это не выходит за ее пределы. Но я не представляю себе, чтобы в Америке был какой-то штат, который изначально был бы афганский, или где бы уже давным-давно проживала вот эта самая афганская диаспора, и вокруг нее бы вот такая резервация создавалась. Нет, это абсолютно искусственное явление, оно никому не нужно, тут опасность еще и другая, потому что мне представляется, что на сегодняшний день, ну всегда Демпартия видела свою опору, так или иначе, в эмигрантах, и если уже начинает ослабевать их давняя поддержка среди латиноамериканских, как раз избирателей, она не прекратилась, но ослабевает, и это видно, то возникает такое ощущение, что они будут делать ставку именно на представителях, выходцах из Азии, в том числе из Афганистана, и наоборот будут стараться их расселять по многим штатам, преимущественно по республиканским, чтобы там создавать себе такую будущую электоральную базу, если угодно. Поэтому оба варианта, конечно же, плохие, тот, что описали вы, и тот, что описываю я, вне всякого сомнения, но вот пока действительно видятся только они. Знаете, на этой неделе я разговаривал с одним из жителей Майами, и он выразил такую точку зрения по поводу оружия, которое Соединенные Штаты оставили в Афганистане. Значит, мы говорили раньше о том, что это оружие на какие-то баснословные 85 миллиардов долларов остались там, и талибы теперь его используют. Но он говорит о том, что, возможно, это оружие на самом деле недееспособное, оно просто как бы списаны, деньги на огромное количество денег, на это оружие. Но на самом деле это оружие как бы, ну, не рабочее. Просто цель была, чтобы списать деньги. А вы вот как считаете в этом вопросе? Ну, тут трудно разобраться, потому что, когда речь заходит о расходах государственных, да и военных тоже, то всегда, да, можно иметь, знать и помнить, что возможности как-то эти деньги списать, ну, не упустят. Но, с другой стороны, я все-таки думаю, что, как всегда, истинно где-то, не люблю это выражение, но здесь оно подойдет посередине, потому что, да, какая-то часть, ну, наверняка была вышедшая из строя и никому не нужной, но какая-то все-таки вполне себе боеспособной, потому что возникает по ряду действий и высказываний такое впечатление, что нынешняя администрация, не только Соединенных Штатов, но и Европы, хочет с Талибаном как-то дружить все-таки. И вот это такой вот способ задабривания. То есть, немного похоже тому, что я описывал про отношения российской власти с Чечней. То есть, вот вам оружие, вот вам какая-то финансовая помощь, я уверен, что она тоже появится в ближайшем будущем, но вы там будете друг друга отстреливать, обозначать, что вы боретесь с терроризмом и с какими-то своими внутренними группировками, которые между собой враждуют, и за пределы Афганистана не выходите. Я не думаю, что это себя оправдает, потому что рано или поздно террористы, к сожалению, начинают злоупотреблять, когда видят, что их никто не трогает. Но то, что на сегодняшний день позиция западных стран, мне лично видится именно такой, это да, это есть. Ну, а вы могли бы сказать, вот в чем здесь, вот что плохого здесь для нас, потому что мне не совсем вот понятно. Объясню, почему. Если на самом деле мы предположим, талибы, но вдруг вот магическим образом они преобразились и хотят выйти на какой-то такой более официальный уровень и дружить с Америкой, дружить с Европой, хотят образовать государство. Да, может быть, в прошлом они были террористами, но сейчас вот они себя преподносят, как будто бы они такие государственные служащие. И более того, мы видим, что и Америка, и Европа вроде бы как открыты для талибов. В то же время на этой неделе было заседание Генеральной Ассамблеи ООН и талибы выразили надежду или даже там заполнили какие-то документы, чтобы выступить на Генассамблеи. Но тогда почему бы не дать им шанса? Ну, я понимаю, о чем вы говорите, но я думаю, сначала пусть они хоть что-то покажут, кроме своих слов и обещаний. Ничего особенно оптимистического я вот по первым новостям не слышу, что с их приходом, ну, как-то в Афганистане вариант какой-то там Саудовской Аравии, ну, я-то говорю о таких исламских странах, которые мы все-таки воспринимаем как более-менее лояльные, и с которыми можно сотрудничать. Пока мы такого не видим в Афганистане вообще. Если вдруг случится что-то, ну, хорошо, но пока этого не произойдет, надо проявлять максимальную осторожность, конечно же. Если мы увидим, что действительно они начинают искоренять терроризм, что начинают предъявлять нам ликвидированные группировки и хоть какие-то свободы все-таки своим согражданам тоже дают, и заодно отказываются от мести всем, тем, кто сотрудничал с американцами, например, то да, тогда можно о чем-то говорить, и действительно, возможно, что-то и получится. Ну, нельзя такую возможность исключать. Но сейчас, извините, еще один момент. Но пока мы видим, что страны, которые враждебны западу, будь то Китай, Иран, к сожалению, нынешний российский режим, что все они проявляют тоже повышенный интерес к Афганистану и готовы с ним сотрудничать, то если вот талибы будут показывать, что с этими странами они не хотят связываться, а их интересует именно будущее в контактах с западом, тогда, да, наверное, не имеет смысла от них отворачиваться, потому что, ну, иногда приходится дружить с теми, кто тебе не нравится, если этот кто-то показывает, что он готов с тобой сотрудничать. Но только когда эта готовность будет продемонстрирована. Да, мне не ясна, вот, знаете, позиция властей в отношении талибов повешен такой ярлык. Вот они террористы. Вот если мы сейчас дадим разрешение им участвовать в генансаблее ООН, то потом и Аль-Каида может попросить тоже, и что это будут террористы приезжать и выступать в ООН. Но ведь если они действительно хотят, и им есть что сказать, есть чем выступить, может быть, мы готовы на самом деле их послушать. Ну, опять, полностью такую возможность отрицать нельзя, конечно же. Но можно привести много примеров, когда совсем другие режимы, но которые мы вроде как считаем не вполне демократическими. будь то, я не знаю, Пиночет, Франк, Салазар, ну, такой джентльменский набор. Тем не менее, ну, тем, что они были готовы сотрудничать с западными странами и противостоять на тот момент коммунизму, да, вот так или иначе, они заслуживали того, чтобы к ним относиться более спокойно, даже как к партнерам. Прекрасно понимая, что там есть свои проблемы. Но опять, все за первый шаг должен делать Талибан, по моему мнению. У них образ не очень хороший. Им надо стараться, чтобы этот образ ушел в прошлое. И если они показывают готовность стать самостоятельной, да, силой, там, мусульманской, но которая готова будет биться с террористами, не давать террористам выйти за пределы региона, и не будет стремиться дружить с Китаем, Ираном, и, к сожалению, опять же, с Россией, тогда, да, я полагаю, что они имеют полное право войти в международное сообщество, как к ним не относиться. Но если это союзник, и если это они показывают свою готовность сотрудничать, надо сотрудничать и пытаться изменить то, что не нравится, ну, так постепенно, изнутри, и не сильно давя на них. Но первый шаг за Талибами. Иван, ну, продолжая теперь уже иммиграционную тему, она у нас такая обширная получается в этом месяце, ситуация на южной границе. Я уже говорил сегодня о том, что на южной границе ситуацию, проблему решают штаты, федеральные власти никак не решают, и в частности, это все отдано на откуп полиции Техаса. И сейчас там десятки тысяч иммигрантов, которые сдерживаются вот этой полицией, и ситуация, по сути, не решается. Она как бы на паузе. Как вы видите, когда она может решиться, и самое главное, как все-таки эти иммигранты попадут сюда, как беженцы в Соединенные Штаты, либо, ну, что может еще произойти, по вашему мнению? Ну, мне больше не хотелось, опять же, находясь в другой стране, где, к тому же, вор их своих проблем, критиковать то, что происходит у вас. Но, к сожалению, это один из безусловных, по моему мнению, еще раз повторяю, провалов нынешней администрации. Потому что нельзя так относиться к своим границам. И если они существуют, надо их укреплять. Позиции исторические и отцов-основателей, и толкователей Конституции, и консерваторов, которыми я отношусь с большим уважением, все они так или иначе были настроены на то, что граница должна защищаться. Ну, может, там были какие-то либертарианские силы в консервативном движении, которые с этим не соглашались, но в основном позиция, что границы должны, если не на замке, то под контролем. И то, что мы сейчас видим, когда практически происходит уже массовый приток мигрантов, и, как я вижу, там же проблема какая, их ловят, им говорят, вы приходите в суд такого-то числа, чтобы разобраться, их отпускают. Ну, потому что куда их девать, многих? И они спокойно оказываются уже в Америке. И представить себе, что все они придут обязательно в суд, как хотите, я представляю себе это с очень большим трудом. То есть уже этот приток идет нелегалов, и очень большой. Способ есть, он очень радикальный, к сожалению, но что самое интересное, его радик... Ну, нам может показаться радикальным. И радикализм этот, на самом деле, восходит опять к Конституции, и к таким отцам ее, или, по крайней мере, не отцам, и толкователям, авторитетным. Как, например, Джон Маршалл, судья Верховного суда, один из самых авторитетных еще в 19 веке. И Джозеф Стори, автор, пожалуй, главной книги по толкованиям, по комментариям Конституции вообще. А они исходили из того, что если штаты считают, что они подвергаются вторжению, то они имеют право действовать, не слушая федеральный центр, а именно прибегнуть к своим, к национальной гвардии, каким угодно мерам, для того, чтобы этот приток, кого интервентов, как бы они ни назывались, был прекращен. Действительно, сейчас такая ситуация, что это похоже на интервенцию. Ну, когда люди нарушают границу, нарушают законы, приносят с собой неизвестно, кто это, бандиты, нормальные люди, какие болезни они несут. Это угроза штатам, это угроза экономическому положению, это угроза здоровью граждан, угроза безопасности. И да, это может быть приравнено к интервенции. Как ни пафосно это прозвучит. И губернаторы, и что важнее, законодательные собрания штатов, должны принимать соответствующие законы. Да, это будет серьезный конфликт с Вашингтоном, но мне представляется, это тот случай, когда приходится в этот конфликт вступать. Потому что, надо думать о том, кто рядом с тобой, в своем штате, и защищать их, потому что это может привести, ну, к очень нехорошим последствиям, по всем направлениям. Ну, вот смотрите, ну, хорошо, можно закрыть границу, можно не пускать, но люди находятся там, как минимум 10 тысяч иммигрантов, 10 тысяч человек находится, целый город, можно сказать, сидит на границе. И, ведь, если просто закрыть границу, это не поможет, они же там останутся. Тот же самый принцип, который я вот говорил в связи с Афганистаном, и который, кстати, администрация Трампа стала использовать, потом его отменили, но, насколько я помню, по решению судьи, созвучной для нашего уха фамилии Качмарек, и, по-моему, даже не по-моему, а точно подтверждено судом Верховным, что беженцы должны оставаться в Мексике, или, опять же, в странах, рядом с которыми, рядом с теми, из которых они бежали. То есть, этот вопрос, Америка не может решить вопросы всего мира. Нужно создавать такие условия, если беженцам совсем плохо на Гаите, пусть они перемещаются в другие страны своего региона. Если беженцам совсем плохо, я не знаю, в Венесуэле, в той же самой, то же самое, пусть они размещаются где-то в соседних странах. И надо работать именно в этом направлении. Это разумнее, та же самая культура, им там проще адаптироваться, чем открывать двери для всех с неизвестно какими последствиями и результатами для своей страны. Вопрос, на самом деле, я не скажу, что уж легко решается, но он решается. Все эти страны, они, на самом деле, пойдут навстречу, если опять им пообещать какие-то экономические договоренности, какие-то послабления торговые, возможно, программы помощи, все это работает на самом высоком уровне и добиться того, что какие-то убежища или, как угодно это называется, я не знаю, в Мексике, в Колумбии, еще где-то, их можно создать. Было бы желание федерального центра, но его я, к сожалению, не вижу. Вы знаете, тут еще такое дело, я не хочу с вами спорить, я просто как бы другую точку зрения хочу огласить, потому что, когда Соединенные Штаты открывают кошелек и начинают платить и придумывать какие-то программы помощи для таких стран, то, во-первых, находятся те люди, которые критикуют власти за это, а во-вторых, вы же знаете, в таких странах очень большая коррупция, как правило, и эти деньги просто не доходят до людей, это все на вот этом политическом, государственном, верховном уровне, это все расходится по карманам. Я полностью с вами согласен, идеального решения не бывает, это мы как бы должны признать, просто здесь, и более того, я прекрасно понимаю, куда эти деньги уйдут в большинстве своем, и что это будет выглядеть как взятка, и это я понимаю, но тут просто опять, какое-что является меньшим риском для Америки, либо приток нелегалов, рост преступности, рост инфекционных заболеваний, необходимость этих нелегалов содержать за счет налогоплательщиков американских, либо просто какая-то определенная программа помощи той же Мексике. Мне представляется, что второе все же будет дешевле на перспективе, конечно. Я здесь хотел бы привести пример Украины, мы сейчас очень часто говорим о том, что Америка там выделила из бюджета в очередной раз какие-то деньги в Украину, но если мы посмотрим на тех беженцев, которые сейчас на южной границе, там не только из Латинской Америки люди, там и россияне, там и украинцы, там много-много других стран. И даже сегодня утром мне рассказали человек, который там находится, схему, как это работает. Это русскоязычный человек, он приехал туда из России, в Мексику, там они складываются деньгами, и на эти деньги как бы покупают машину, но фактически они ее не покупают, они ее арендуют. Эту машину они берут, чтобы пересечь границу, и потом эту же машину они отдают здесь, получается, какому-то мексиканцу, который обратно эту машину перегоняет в Мексику. Стоимость этой процедуры, ну вот с машиной аренды, это составляет 6 тысяч долларов. Они делят эти деньги между собой. Это просто такой вот рассказ. Да, я понимаю, понимаете, помощь стране, откуда бегут, финансовая, она действительно ничего не даст. Я немного о другом говорю. Нужно постараться создать страны-убежища. Вот об этом речь. Или несколько стран, повторяю, Мексика, это я просто как пример называю. Ну, то есть, условно говоря, если вы отправите там опять какое-то количество миллиардов долларов на Гаити, это ничего не изменит, действительно. Эти беженцы, они будут продолжать бежать, и опять к вам приедут. Если вы договоритесь с Мексикой, там, я не знаю, Гватемалой, еще какими-то странами из Центральной Америки, что, например, будет ряд каких-то торговых соглашений, который им будет выгоден, но и дай какая-то возможная экономическая помощь, но в ответ они будут помогать Америке решать этот вопрос и у себя этих беженцев размещать, вот это, на мой взгляд, сработает лучше. Опять, это не означает, что проблема просто исчезнет. Они все скажут замечательно и всех себе примут. Нет, такого не будет. Но это лучше, чем то, что есть сейчас, как мне представляется. И я такие мнения и вижу, более того, я вижу, что сейчас в Европе эта тема развивается. И в целом ряде, например, стран Северной Европы и партии консервативной Дании и Норвегии, за Швецию не поручусь, я больше за этими двумя странами слежу, они сейчас все активнее пытаются вот эту инициативу провести, чтобы к ним перестали ехать, ну, преимущественно из Африки и Азии и добиваться того, чтобы вот такие страны-убежища создавались в том же самом азиатском и африканском идее, она ее пытаются реализовать и не только в Америке. Значит, она имеет право на существование и, возможно, не решит, повторяю, но, по крайней мере, сделает проблему не такой серьезной, как она сейчас стала. Иван, спасибо большое, что нашли время, присоединились к нам сегодня. Американист и радиоведущий Иван Денисов был с нами на связи. Спасибо, всего хорошего, до скорой встречи. И к другим темам. Центральная избирательная комиссия России опубликовала предварительные данные о том, сколько мандатов получат партии, прошедшие в Государственную Думу. Находящийся в колонии политик Алексей Навальный в свою очередь опубликовал обращение к сторонникам, обвинив власти в фальсификации результатов выборов и заявив, что теперь большинство в стране за оппозицией. По партийным спискам по подсчетам ЦИК «Единой России» должны отойти 126 кресел в Госдуме, еще 198 по одномандатным избирательным округам. Таким образом, у партии и власти будет конституционное большинство, что следовало из предварительных подсчетов в ночь после выборов. Теперь стала известна конкретная цифра. Представители КПРФ, как подсчитали в ЦИК, должны получить 57 мест в Нижней Палате Парламента, 9 из них дают по одномандатным округам, коммунистов в Думе станет больше, в предыдущем созыве их было 42. Справедливой России полагается 19 мандатов по спискам и 8 по одномандатным округам. Было 23. У ЛДПР только две победы одномандатников, а всего 21 кресло, а было, кстати, 40. Партия Новые Люди, которой удалось преодолеть 5-процентные барьеры, которая накануне вынуждена была опровергать подозрение о том, что ее тоже можно причислить к провластным из-за связи с бизнесменом Юрием Ковальчиком, получит 13 мандатов только по партспискам. Еще по одному креслу получили одномандатники от партии Роста, Родины и Гражданской платформы. Также в Госдуме нового созыва будет пятеро кандидатов самовыдвиженцев. А вот премьер-министр Канады Джастин Трюдо в третий раз останется на своем посту по итогам внеочередных выборов, проведенных по его же инициативе. Окончательные результаты голосования еще не объявлены, но уже можно смело сказать, что в Канаде сохраняется статус-кво. Трюдо поблагодарил своих избирателей за оказанное в очередной раз доверие, но в целом, говорят эксперты, это не та победа, на которую он рассчитывал. Трюдо, до сих пор возглавлявший правительство меньшинства, надеялся, что на этот раз его партии удастся получить конституционное большинство. Однако, по предварительным итогам, либералы даже потеряли пару важных округов по сравнению с выборами 2019 года, хотя по-прежнему набирают больше всего голосов. В Канаде 338 избирательных округов по числу мест в палате общин. Для формирования правительства абсолютного большинства партии необходимо занять минимум 170 кресел. Добиться этого либеральной партии под руководством Джастина Трюдо удалось лишь однажды на выборах 2015 года. Тогда они выиграли 184 округа и пришли к власти, потеснив консервативную партию, не набравшую даже 100 мест. Однако, к 2019 году консерваторы значительно укрепили свои позиции, победив уже в 121 округе, а либералы в 157. При таком соотношении консерваторы официально стали самой крупной оппозиционной группой в истории Канады и последние 4 года были сложными для Трюдо и его правительства. Таким же обещают быть и его следующий срок на посту премьера, поскольку расклад сил остается примерно таким же. В настоящий момент подсчитано порядка 97% бюллетеней и пока по данным ЦИК Канады либеральная партия набирает 156 мандатов, консерваторы 121. Число умерших от коронавируса в Соединенных Штатах на 20 сентября этого года достигло 695 тысяч человек. Об этом сообщил университет Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, собирающий и публикующий данные о глобальной пандемии. От эпидемии испанского гриппа 1918-1919 годов, до сих пор считавшейся самой масштабной по числу жертв в американской истории, скончались около 675 тысяч человек. Теперь COVID-19 установил новый печальный рекорд 695 тысяч. Место возникновения пандемии испанки точно не установлено, поскольку первые случаи болезни, напоминающие симптомы неиспанский грипп, были зафиксированы в январе 1918 года в США. Ряд исследователей считает, что ее занесли в Европу американские солдаты, а там она быстро распространялась из-за тяжелых санитарно-эпидемиологических условий военного времени. Испанкой болезнь назвали потому, что цензура воюющих стран не пропускала информацию о ней и первой о бедствии сообщила пресса нейтральной Испании. Во всем мире испанкой заразились около 550 миллионов, а умерли порядка 50 миллионов человек, что примерно равняется числу жертв Второй мировой войны. Всего в мире заболели коронавирусом 230 миллионов человек, умерли более 4,7 миллионов. В тяжелом и критическом состоянии сейчас находится почти 100 тысяч человек. В последнее время от COVID-19 в США в среднем умирает 1900 человек в сутки. Это самый высокий показатель с начала марта текущего года. Ну и совсем необычная новость в заключении. Преподаватели с Тайваня выкладывают на Порнхабе лекции по математике и их смотрят тысячи людей. Пользователи порносайта обратили внимание на необычный канал на Порнхабе. Там совсем нет обнаженных видео. Вместо этого только доска и преподаватель, которые объясняют на китайском языке математический анализ. На канале опубликовано более 200 таких роликов, а суммарное количество просмотров превысило 1 миллион 300 тысяч. У Чанг Шу Мэт 666 так называется канал более 5 тысяч подписчиков и верифицированная страница. Преподаватель даже заполнил профиль как порно-актер, указав вес, рост и сексуальные предпочтения. В ответах у него уточнили, что автор видео использует традиционные китайские иероглифы, тогда как в самом Китае пользуются упрощенной формой. Это означает, что преподаватель вероятно живет в Тайване, Гонконге или Макао. Как оказалось, он действительно из Тайваня. Его зовут Джан Сюй и его математические лекции помогли занять 5097 место в рейтинге порно-моделей. Комментаторы мало что понимают все видео на китайском языке, но шутят, что эти ролики помогают им сделать небольшую передышку от порно. И на этом у меня все. Смотрите программу Американский акцент в следующее воскресенье вечером на канале RTN. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин